По выставочным образцам легко воссоздать историю. Фитильное оружие, например, использовалось для обороны крепостей, а вот соседствующий рядом с ним кинжал видоизменялся и был популярен на протяжении многих войн. Среди экспонатов есть и уникальные образцы. Ружье кремневое. Датируется оно второй половиной XVIII века. Место изготовления – Милан. Такое оружие можно назвать коллекционным. Это достаточно редкое оружие, необычное по своему устройству. И в коллекции Наполеона I имелось как раз такое ружье с поворотными стволами. Конечно, по сравнению с современным разнообразием стрелкового оружия, те первые образцы выглядят грубо и неуклюже. Но тем они и интересны для исследователей. Ведь каждый из них по своей сути – шедевр конструкторской работы. Когда берешь в руки старинный предмет, старинное оружие и начинаешь разбирать и искать клейма, возможно, авторские клейма, бывает, попадают, или фирменные клейма, то не знаю кто как, но я получаю большое удовольствие, что все-таки нахожу чье производство и потом, как восстановишь этот предмет, ну, скажем так, удовлетворение получаю. Первый вопрос, который задают посетители выставки – не стреляет ли оружие. Сотрудники музея уверяют – опасных экспонатов здесь нет. Не отнимать жизнь, а дарить знания. Юлия Храмова, Татьяна Шашурина, Вести, Мордовия.